здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня я хочу продолжить цикл видео с обзором техники штиль друзья это наши незаменимые помощники в быту в хозяйстве все мы занимаемся садоводством огородничеством и сегодня разговор пойдет о уникальной пиле фирмы штиль 160 это модель этой пилы друзья почему я выбрал именно ее для обзора сегодняшнего потому что эта пила подойдет как нельзя лучше людям с ограниченными физическими возможностями то есть у кого нет много сил кто не может тянуть тяжелые бензопилы тяжелые электропилы вот эта малютка подойдет как нельзя лучше это пила сразу скажу аккумуляторная в наличии имеется аккумулятор он вставляется в заднюю часть пилы но не это главная отличительная особенность этой пилы главная особенность ее это расположение ручки для захвата сверху по центру за счет чего эта пила обладает уникальным балансом я даже на одном пальце видите она не наклоняется ни вперед ни назад то есть у нее хорошо отбалансирован центр тяжести за счет чего одной рукой становится возможным работать на стремяночки на дереве и мы одной рукой можем с легкостью управляться этой пилой что я сейчас друзья и продемонстрирую еще хочу прежде чем начнем работу отдельно остановиться на том что одной зарядки аккумулятора хватает на 50 минут без прерывной работы друзья зарядку можно определить по индикатору который расположен на верхней панели аккумулятора нажимаем кнопочку и видим уровень зарядки если батарея заряжена полностью 50 минут мы с легкостью можем этой пилой работать так же еще вкратце скажу я не буду сегодня рассказывать подробно технические характеристики шах цепи и так далее друзья имеется система смазки цепи и шины полупрозрачный бачок благодаря чему мы всегда визуально можем контролировать наличие масла в бачке и дополнительная ручка для удержания второй руки это нам пригодится на случай если мы будем работать пилой в каком-то неудобном для нас месте тогда второй рукой можем спокойненько помочь и будет очень удобно и безопасно что еще отличает эту именно эту модель пилы это низкий уровень шума и низкая вибрация при работе с ней если я сейчас отключу цепной тормоз и нажму кнопочку запуска можете посмотреть и послушать с каким уровнем шума работает эта пила благодаря низкому уровню шума при работе с пилой можно не использовать специальные наушники для нашего слуха никаких негативных последствий не наступит механизм натяжения цепи сделан сбоку очень легко и безопасно регулировать натяжение цепи и крышечку звездочки привода цепи крепится с помощью несъемной гайки то есть эта гаечка никогда не потеряется и так приступим к работе за счет того что одна рука у меня свободно я могу придерживать ветку чтобы она просто не упала это намного безопаснее чем пилы с задним расположением ручки одной рукой на тех пилах у нас бы работать уже не получилось никоим образом друзья хоть это модель пилы позиционируется производителем как пила специального назначения то есть в основном предназначение ее работа с деревьями обрезка деревьев на высоте где-то в неудобьях тем не менее можно ей работать и по более толстой древесине но конечно же в пределах разумного сейчас мы попробуем распилить вот такой столбик разбираем теплицу и у нас много будет работы посмотрим как справится эта пила с такой вот толщиной дерева как видите справляется прекрасно я думаю она справится и с более толстыми бревнышками но стоит ли потому что все таки главное ее назначение как я уже сказал это деревья ветки толстые ветки тонкие ветки все такое прочее в этом главное ее преимущество в легкости и в удобстве работы на высоте на этом друзья свое короткое обзорное видео такой вот пилочки я закончу ну единственное скажу напоследок что в эту пилу нельзя не влюбиться настолько удобно она чистенькая всегда масло только для смазки цепи не надо заливать бензин сюда не надо таскать за собой шнур питания зарядили аккумулятор и пошли работать еще хотел бы добавить также друзья что аккумулятор и зарядное устройство к этой пиле приобретаются отдельно то есть в комплекте не идет выбирается нужная мощность аккумулятора но это уже кому какой аккумулятор и какое зарядное устройство кому какое требуется по окончании работы проводим очистку пилы об этом я показывал более подробно в прошлом обзоре бензопилу мы осматривали штиль мс-180 так что подробно сейчас на этом останавливаться уже не буду друзья надеюсь это видео будет многим из вас интересным а некоторым даже очень полезным спасибо всем за внимание всего вам доброго до новых встреч до новых встреч